А при чем? Он-то не хозяин совсем, он не имеет никакого отношения, хозяйки-то нет Никакого, ему не надо об этом говорить У него мы ничего не брали Аферу совершили, а теперь не знает, что делать Вот тут следователь Идите туда, идите, они туда придут Они придут, они на место придут Вон он там стоит через эти Не надо сейчас, шуметь не надо Заявление поступило официально, да? Да, я не разговариваю Никакого? Пока не наканула Попробуем Ну давайте, подвези его Пока Не, так не пойдет Официальное заявление поступило Вы обязаны нас по закону ознакомить Еще я ничего не поступил Я просто знаю обстоятельства Просто не бывает ничего Вам поступило либо сообщение Сообщили либо заявление Конкретное Какое заявление к вам поступило От Тустина Алексея Владимировича Например, чего? Например, того, что неизвестные лица С данного участка Перенесли Туалет, как я понимаю, вон-то вот Ищите этих лиц Ищите этих лиц Ну вот, и вы приехали установить это Вы такое заявление давали официальное? А это, если еще юрист Вы давали официальное заявление, Алексей? Не заявление не давал Вы устное сообщение давали? Когда вы сделали его с названием? Да не имеет значения Милочко, когда поступил звонок? Звонок? В пятницу В пятницу Принадлежность туалета чья? Есть милиция и суд Стоп, Милочко, Милочко Милочко, вы собственник туалета или нет? Да вы сейчас славоблуден занимаетесь Я сейчас конкретно говорю Вы являетесь Вы сейчас славоблуден занимаетесь Милочко, вы не являетесь Участок чей? Вот это Участок по закону По закону не ваш Заявление в полице подготовлено Все, она звонила И что дальше? Минуту Подготовлено заявление В правоохранительный орган Оно будет официально передано Хотите, примите заявление Распечатаем Вам дадим Есть у вас время принять заявление? Конечно, есть Все, тогда это Сейчас Распечатаем И, соответственно Вручим вам это заявление Через Елену Вот Вы не являетесь Собственником туалета Вы не являетесь пчелкиной Полномочия от пчелкиной У вас есть или нет? Полномочия И что дальше? Допустим Где ваши полномочия? Предъявите ваши полномочия Здесь у тебя имени пчелки Вам не обязаны предъявить Сотрудник получит Вам не обязаны предъявить То есть официальный заявление Нет Есть только сообщение Только сообщение В отношении установленных лиц? Пока в отношении Ну давайте их искать Какие лица вам нужны? Ну я так понимаю Вопрос Вон в том туалете А он не имеет никакой отношения К этому туалету? У него нет полномочия от пчелкиной Он не смотрел Говорит У него нет полномочия от пчелкиной Он не полномочия на лицо Дом чей подокументов? Какой дом? Вот данный Данный Формально незаконно оформлен На имя пчелкиной Ну вред Незаконный Незаконный Объясняю Построил Строил Лапкин Игнатий Тихонович Значит это Непосредственно Пчелкина Стала в октябре 2023 года Незаконным собственником Как понять Незаконным Я не с вами разговариваю Значит это Соответственно Соответственно Застройщиком является Лапкин Игнатий Тихонович Есть официальная расписка О том что Денежные средства Были переданы В 2016 году 16 августа А при том что Значит Непосредственно Господин Устинов Возможно Я это не утверждаю Но возможно Причастен к этим манипуляциям Это мое предположение Что касается Пчелкиной Марфы Тихоновны Пчелкина Марфа Тихоновна Значит С целью Причинения вреда С целью Легализации имущества В результате обмана Незаконно Завладела этим домом Вы хоть говорите Вы хоть говорите Что это ваше предположение Нет Предположения нет Это предположение Официальный документ Я вам даже скажу В каком октябре это было И что дальше И дальше Дальше сотрудник полиции Официально Примет у нас заявление Пожалуйста Вот это Давайте я объясню Чтобы Пчелкина Стала собственником Этого дома Официально Это человек Строил когда-то И что дальше Я тут вообще Много домов строил И что дальше-то Если я травку порву Я что теперь собственник Владел десятки лет Он не владел Он не владел Он просто разрешили здесь быть Видеозаписи есть Есть видеозаписи На каждый год По официальному По кадастру Я так понимаю По хозяйничке Пчелкина Марфа Тихонов У ней в основе Договор купли-продажи Дома и земельного участка По-моему От 16 октября Если не ошибаюсь 2023 года Застройщиком этого дома Выступал Лапкин Игнат Тихонович И он же приобрел Этот дом В 2016 году У Лапкина Павла Тихоновича О чем имеется Официальный документ Пожалуйста Смотрите Официальный документ есть Фактически Законное владение было И соответственно И соответственно Полномочий у господина Вот он пожалуйста Расписка Официально О том что приобретен Этот дом Значит у Лапкина Павла Тихоновича Который Значит Который Они воспользовались Его состоянием И дважды продал Один и тот же объект За официальное заявление Мы подготовили Найдитесь фамилию Лапкина Игнатия Тихоновича Здесь непосредственно Здесь есть Здесь есть фамилия Никита Колесников Который за счет денег Игнатия Тихоновича Приобретал этот дом А где тут написано Это где тут написано Это просто Это видеозаписи Это видеозаписи Это нотариус Просто деньги Нет нотариуса И по закону По закону Значит 433 статья 433 статья Она вам ничего не крылась Она вам ничего не ругает 433 статья Пункт 3 Это сделка юридически Действительно Она уже состоялась И он повторно продает Под влиянием Я так понимаю Алексея Истинов Почему Своему брату Не можете Позорники Ночью украли Алексей Да то я это свой забрали Ну что ты Алексей Ну не спеши Своему Официальное заявление Мы сейчас Вам распечатаем И вы пожалуйста Его примите Зарегистрируем Через кусп И так далее Обязательно Все Это объявление Это есть В ее заявлении То что она прислала Заявление надо распечатывать Ну надо ее доделать Это бумажка с нотариуса Она ничего не имеет Практически готова Ну то есть А доказано как-то Что это мошеннические Заявление ранее подавалось Заявление Оно подготовлено вчера Непосредственно О том факте Что непосредственно Господин Устинов Подал устное сообщение Мы узнали сегодня Очень хорошо Что вы приехали Это вы нам облегчили Работу Дополнительно Поэтому Мы вам очень признательны Все Тогда это сейчас распечатаем А вопрос то С туалетом Как мы решать А как с туалетом Решать В данном случае Собственником Кто является Пчелкина Марфа Тихоновна Пчелкина Может решать вопрос В судебном порядке Если она претендует На этот туалет По закону 135 Статья А туалет Это принадлежит Главная вещь Главная вещь Это жилой дом Если она считает Что из-за ее владения Похищен ее туалет Как надворная постройка Да Она может предъявить Иск суд Она не имеет Никакого отношения К этому туалету Как надворной постройке Вот и все А господин Устинов Алексей Не имеет никаких полномочий От имени Пчелкина Марфа Тихоновна Более того Есть вероятность того Что она даже не знает О факте обращения Значит в ее интересах К господину Устину Да знает она Знает Хорошо Очень хорошо Но заявление Не знает она Не знает Он говорит Не знает Возможно Значит должно Возможно Так что вот такая ситуация Я сам с ней общался И она мне сказала Тоже самое Информация То что она звонила Да ничего Она может документы На то ли представить Какая разница Если участок приобретен То есть Причем Фактически Участок Вот докуда у него граница Вот граница Вот она граница Вот фактическая граница Вот получается Весь этот участок И все надворные постройки Принадлежать На данный момент Пчелкиной марки Смотрите По закону Вот эти надворные постройки В реестре не регистрируются По закону Существуют Так называемые Презумпции Возможной принадлежности Надворных построек Правообладателей участка Эта презумпция Носят опровержимый характер Тем более Значит с учетом того Что никогда Надворная постройка В виде туалета Не строилась Значит это Пчелкиной И соответственно Никогда Эта надворная постройка Не была на кадастре Это наверное Вы Соответственно Да Соответственно Соответственно Никаких признаков Того Что Это Ее собственность Как таковые Нет Их нет Не с точки зрения Материального права Не с точки зрения Сведения Из реестра Задайте интересные вопросы Когда Марфа Тихоновна Уже Вот она Вот она Недавно приезжала Почему Вот этот гражданин Ее брат Вот так вот С ней Вот так прошел Ни разу не пришел Он не сказал Слушай Отдай мне этот туалет Отдай мне там еще Это мои вещи Вы прокурор Чтобы такие вопросы Нет Подождите Я вот Пускай человек задаст Надо распечатать документы Меня это мало Интересует Время сотрудника Ценить У меня нет времени Особо Насчет этого разглагольства А мы можем с вами подъехать К Елене Барабаши И сразу Припримите заявление Официальное Это кто такая Это у нее есть принтер Она может распечатать Жена старосты Деревня Ну вот это Жена старосты В конце дом Просто чисто технически Уже заявление подготовлено И остается только его официально Чтобы вы приняли И по милости Божьей Хорошо, что вы к нам Прибыли Именно сегодня Нет, просто вопрос Вопрос в этом туалете Все-таки Кто его забрал Объясняем Пчелкина Марфа Тихонов Никогда не была Собственником этого туалета Застройщиком И никогда Значит Ни непосредственно Павлу Тихоновичу Кому бы то ни было Этот туалет не принадлежал Застройщиком Этого туалета И всего этого дома По большому счету Является Игнатий Тихонович Так а в чем у вас Вообще проблема А у нас нет проблем Никакой Нет, ну вот Игнатий Тихонович И Марфа Тихонова Почему у них Какие-то вопросы Возникают Насчет этого участка Именно Нет никаких вопросов Есть заявление Официально Не от Марфы Тихонов А от Алексея Устинова Это у него есть Некоторые духовные предпосылки Для подачи этих заявлений Проблема Духовные Мы каждый день молимся Каждый день молимся За Алексея Устинова Мы его любим Искренне желаем ему спасения И вразумнение Говорим Которые заявления Писаны Вот это Однако же туалет пропал Он стоял Ничего не имеем Все у нас нормальный Туалет пропал А когда была Марфа Тихонов Туалет стоял Мы Алексею сочувствуем В его понимании законов Значит это Соответственно В данном случае Чтобы время экономить Давайте максимально оперативно Доедем до Елены Барабаш Распечатаем И соответственно Заги или иначе Нам все равно С туалетом Сначала разобраться Ну давайте разбираться Получайте официальное заявление И тогда соответственно Дадим вам официальный ответ Официальное заявление В данном случае Не имеет значения Поскольку есть сообщение Которое зарегистрировано В Куспе Понятно Сообщение должно быть отработано Еще раз говорю Принадлежность Этого туалета Значит Пчелкина Мы оспариваем Более того Более того Это мы и отразим В объяснении Да Значит Более того Пчелкина не является Ни застройщиком Ни наследником Ни правоприемником Этого туалета Если у нее есть Какие-то претензии Гражданского правового порядка Она может предъявить Иск в суд По поводу этого туалета А почему вы Иск не предъявили Когда она стала собственником Давайте отвечу на этот вопрос Почему я не предъявил Сейчас мы Она стала собственником Вы к ней пришли Отдай туалет Она сказала Не отдам Все Пошел подал суд Она нам не отдает Это туалет наш Доказали что это наш И все И суд предписал Что чтобы отдать туалет Однако этого не было Ничего сделано Вопрос Дом у кого она приобрела? Ну у Павла Тихоновича А Павла Тихоновича вообще где? В Корчине живет В Корчине То есть с ним можно пообщаться С ним надо пообщаться Обязательно И выяснить каким образом Два раза один тот же дом продает Никто два раза не продавал Расписку бы увидели Документы, выставляющие личности Есть или нет? А что такое? Ну есть у вас Ваш паспорт С собой водительское удостоверение Покажите пожалуйста Зачем? Ну предъявите пожалуйста Отвечая на ваш вопрос Почему мы этого не сделали Мы с законом дружим Давай Вот 98 год Я так понимаю Вы тогда еще школу оканчивали Вот это Вот диплом Юридически Почему мы с законом дружим И закон уважаем Дальше Есть такая статья Самозащита права 14 статья гражданского кодекса В рамках самозащиты права Чтобы не вводить вас В искушение И не давать повода Ищущим повода Мы в порядке самозащиты права По 14 статье гражданского кодекса Мы свою собственность переместили Вот это Если вы считаете что это ваша собственность Или собственность Пчелкиной Пожалуйста Будьте любезны Я так считаю Считает собственностью Почему когда она была Почему с ней это мирно Пускай предъявляет иск в суд Почему с ней мирно-то не решили этот вопрос Давайте я вам кофе диплома дам своего 14 статья гражданского кодекса 14 статья Возьмите мой диплом Я уже понял Возьмите мой диплом Возьмите Возьмите Дези 14 статьи Найдете 14 статью гражданского кодекса И прочитаете Это вам До мне не надо Зачем Возьмите Я очень рад Вроде взрослый человек Что-то ерунду-то занимает Поэтому В порядке самозащиты права Туалет был перемещен К законному владельцу Так или иначе Нужно объяснение Будет Ну когда Будет Официально объяснение Будет Объяснение С вас С вас Как я понимаю После регистрации нашего заявления Давайте немедленно Давайте быстро зарегистрируем И тогда будем Объяснение Все хорошо Распечатаем Ну мы сейчас хотим к пробашим В начале там Где восстанавливаюсь Там вот они Ах там Ну все хорошо Я тогда туда подъеду Хорошо Продолжение следует...